В современном обществе модно употреблять витамины регулярно и в больших количествах. Есть такое мнение, что чем больше пьешь витаминов, тем дольше проживешь, оставаясь молодым, здоровым и красивым. Однако золотое правило «все хорошо в меру» работает и в этом случае. В последнее время терапевты все чаще сталкиваются с ситуациями, когда бесконтрольное потребление витаминов приносит реальный вред здоровью. Казалось бы, витамины ничего страшного не несут, но есть такое понятие, как гипервитаминоз, авитаминоз, гиповитаминоз. То есть всегда должна быть норма. Много витаминов – это тоже очень плохо. То есть бесконтрольный прием витаминов, без назначения врача, без результатов анализов может привести, во-первых, к гипервитаминозу. То есть это уже в большой концентрации количества витаминов, которые начинают вызывать аллергические реакции, недомогание, плохое самочувствие и другие патологические состояния. Поэтому витамины всегда должны приниматься только по назначению врача, под контролем врача, под контролем результатов анализов и, конечно, с коррекцией медикаментозной терапии. Консультация терапевта требуется не только для выяснения дефицита, но и для получения рекомендации по правильной сочетаемости витаминов между собой. Доктор должен понимать и определять не только сочетаемость витаминных комплексов, либо отдельно группы витаминов, но и понимать, можно ли этому пациенту принимать те или иные витамины. Потому что есть такие хронические заболевания, при которых назначение витаминов тех же группы В, либо витамина С, они противопоказаны. То есть очень часто в периоды обострений, холодных сезонов у нас что в первую очередь? Начинают принимать витамины С. Но нужно понимать, что людям с сахарным диабетом, как пример, витамин С противопоказан, потому что он задерживает биохимические процессы по углеводному обмену и повышает инсулинорезистентность. Поэтому здесь нужно очень важно подходить к вопросу. Но в наше время в основном поливитамины и комплексы, они сочетаемы. То есть там идет по концентрации, по дозировке, чтобы не было каких-то негативных побочных эффектов. Итак, врача посетили, анализы сдали, рекомендации о дефиците получили. Далее остро встает вопрос о выборе витаминов. Фармацевтический рынок сегодня представляет сотни и тысячи различных брендов. Вопрос только в том, сильно ли отличается, к примеру, витамин D за 200 и за 2000 рублей. Очень многие пациенты видят стоимость препарата, начинают жалеть на это свои личные средства и покупают более дешевый препарат. Мы должны понимать, что такая ценовая политика, она не просто так. То есть идут затраты на сырье, затраты на производство. Отсюда берется и себестоимость препарата. Если у нас препарат стоит 200-300 рублей, то сырье, которое там находится, оно стоит буквально рублей 30-50. То есть мы понимаем, что это химия в чистом виде. Что касательно витаминов, очень важно не скупиться. То есть приобретать препараты, в которых более 80% идет растительных экстрактов, компонентов. Ну, конечно, есть химические основы, но без этого никуда, потому что срок хранения и другие моменты, они предопределяют такие вещи. Но растительные препараты, во-первых, это повышает биодоступность, это вызывает меньше побочных эффектов и, естественно, повышает энергообеспеченность организма в разы. Поэтому на витаминах и вообще, в принципе, на препаратах нужно не скупиться. Это имеет очень большое значение. И вне зависимости от того, какой стоимости витамины вы можете себе позволить, их употреблению должны предшествовать две вещи – лабораторный анализ недостатка и заключение терапевта. Продолжение следует...